Очень люблю программирование, и что я всю жизнь хотел быть программистом. Это был какой лицей? Мама моего друга рассказала моей маме, что мой друг собирается... А мы что хуже? Я начал готовиться к Тойфу. Как насчет математики? Если нырнуть где-то на дно океана, и это будет уровень математики в Америке... Что дальше? Всем привет! Добро пожаловать на канал ProGlock.tv. Здесь мы разговариваем об IT, о релокейте, о технологиях. Меня зовут Виктория Бородина, я технический рекрутер и коуч в США. И сегодня у меня в гостях Даниил. Даниил студент. Учишься ты в каком университете? UC San Diego. UC San Diego. UC это University of California. Даниил... Даня, можно тебя так назвать, да? Даня связался со мной сам, он смотрит мой канал и проявил инициативу, захотел поделиться своей историей. Почему ты хочешь поделиться своей историей? Ну, дело в том, что люди очень много думают о том, что как попасть в Америку, а самый простой способ попасть в Америку — это через образование. То есть через университет, колледж, университет, школа. Да. Вот. Но ты студент, и ты учишься на Computer Science. Да. Не просто так ты здесь. Нет. Ты не учишься на дизайнера одежды, правильно? Да, да. Да. Ты хочешь поделиться своей историей, чтобы дать пример таким же ребятам, как и ты. Да. Которые... Ты приехал сюда, фактически из школы поступал сюда. То есть ты не в магистратуре учишься, а ты... На Бакалавре. На Бакалавре. Давай тогда начнем с начала самого. Как вообще ты понял, что программист — это твоя профессия? Мой родной отец был программистом и сейчас, наверное, есть. Не знаю. Ну вот. И я из-за него впервые в жизни за компьютерами оказался годов три, наверное. То есть у нас тогда он работал в Хьюлит-Паке, и он посадил меня за компьютер, у нас был данный компьютер. И я тогда, как сейчас, помню, играл в игру Кузя Жукодром. Ты у меня в памяти отложилась. Мне кажется, я тоже когда-то играла в эту игру. Ну да, просто гениальная игра, на самом деле. Ну, неважно. В общем, да. И с тех пор какая-то у меня любовь внутренняя к компьютерам появилась. Именно вот не к внутренностям компьютера, то есть не то, как он, как бы, там, транзисторы работает. Не к железу, а к софт. К тому, как он себя ведет, то есть его логика, почему происходит так, что... А самое главное, как пользователь сдаёт, получает какой-то результат в зависимости от каких-то входных данных, да? То есть паттерны поведения компьютера. Вот. Ну, соответственно, я вот с этой мыслью в голове жил, наверное, вот с трех лет. Очень важные были у меня мысли. Вот. Ну, сейчас тебе не так, чтобы очень много, 19 лет. Ну да. Но да, время прошло. Да, что-то изменилось. И ты этот путь не сошел с него. Да. Так вот. И, в общем, с трех лет я начал интересоваться компьютерами. И только вот в 14, наверное, или в 13 я подумал о том, что пора бы, наверное, какими-то практическими делами заниматься. В то время у нас тогда только началась в школе информатика. Ну, я думаю, что все знают, какая информатика у нас в СНГ. Это, да, зайдите в Word, напишите заголовок или там в Excel сложите две ячейки. На самом деле, я помню, что я на информатике выучила сохранять всегда информацию. У нас была информатичка, так мы ее называли. Она все время выключала электричество и тренировала нас. Мы делали какое-то задание, и она таким образом тренировала нас за сохранять данные. Жесткие методы какие-то такие информатичные. Это все, что я запомнила. Чему вас учили, как обычно, да? Ну да, ну, в общем, да. Никаких таких экстремальных методов обучения у нас не было. Она ничего не выключала. Но это было в каком-то там седьмом, шестом классе. А потом, когда я пришел, начал учиться в лицее, там началось программирование. У нас был класс информатики и был класс программирования. Нас там учили по скалю, как сейчас помню. Это был какой лицей? Ты так упустил этот момент, потому что лицей тоже очень именитый. Лицей 1581, это лицей Прибамонки. Я туда поступал из школы, обычной школы, общегоразовательной. Я жил на станции метро Кузьминки, и там была школа районная, 641-я. Всем привет. И оттуда поступал, потому что один мой друг подумал там... Один мой друг решил поступать в какую-то более знаменитую школу, именитую. Там в районе была Плеханова школа какая-то, и вот лицей был Прибамонки. Вот. Но лицей Прибамонки был какой-то совсем, да? То есть есть вот лицей Прибамонки, лицей 2-я школа. Это все очень высокие уровни лицей, школы, не знаю, учебные заведения. А ты знаешь, какой у вас был конкурс? Ну, сколько человек на место было? Честно говоря, нет, но я помню, какие были проходные баллы. Не знаю, говорит ли это о чем-то, но вот мы сдавали два предмета. Это была математика и физика, потому что лицей физик и математический. Вот, средний проходной балл был 3,5 по двум предметам, то есть средняя физическая. Вот. Вот я туда поступал из-за своего друга. То есть получилось, по-моему, так, что мама моего друга рассказала моей маме, что мой друг собирается поступать. А мы что, хуже? Да, да. Пойдем-ка тоже поступать. Именно, просто с языка моей мамы. И, в общем, я пошел туда поступать, сдал экзамены, поступил, вот. И, соответственно, оттуда началось программирование. Да, там тебя, ты сказал, что вы начали изучать Паскаль. Да. Что еще было? Ну, насколько вот тебя это подготовило вообще и убедило в том, что ты хочешь стать программистом? В школе информатика, программирование дало мне какой-то начальный толчок, то есть никаких практических знаний я не получил, но какие-то там константы, там, ну, какого-то общего рода знания только были даны. Ну, и программирование в школе, соответственно, программирование в школе. Вот. И с полезным я могу отметить то, что в лицее, лицей, как бы, это та же самая школа, но имеет одно очень большое отличие, то, что там все предметы направлены на то, чтобы подготавливать учеников к олимпиадам. То есть это школьные олимпиады, это там всероссийского уровня, там, московский и так далее, там, городского уровня. Ну вот. Соответственно, из-за того, что информатика была в том числе профильным предметом, то есть у нас была информатика, физика и математика, да, но математика и физика были более как-то углубленные, изучались. Ну, и программирование, соответственно, было только потому, что лицей был профильный. Да. Вот. Значит, соответственно, там подготавливали к олимпиадам, да, по информатике. И дело в том, что вот сейчас, уже смотря назад, я понимаю, что олимпиады, по сути своей, это то, что сейчас спрашивают на собеседованиях. То есть те же самые задачи, немного в упрощенном варианте, они спрашиваются на собеседованиях. То есть это сейчас является такой, как бы, да, даже уже каким-то шаблоном, да, то есть люди спрашивают олимпиадные задачки просто. Ты же Google, там, Amazon, Microsoft, все. Ну вот. Соответственно, это все, что я могу из практического отметить, но, значит, то, что я говорил о тенденции, была задана мне в плане моего интереса, программирования, я начал делать что-то сам. То есть я не помню, произошло это до школы или до того, как началось программирование в школе или после, но, по-моему, примерно это было в одно и то же время. Я попросил свою маму, очень попросил, чтобы она мне взяла репетитора по программированию. И вот этот репетитор меня учил тому же самому Паскалю. Но у меня в то время в голове почему-то только одна мысль была. Это о том, я хочу, чтобы картинка была. Я пишу программу, я хочу, чтобы что-то выводилось, я хочу видеть какой-то результат. А что мне это, вот, какой-то я код пишу, потом нажимаю, там, ввожу 5, и мне выдает 10. Ну, спасибо, очень полезно. Вот, и мне было это неинтересно. Я хотел, чтобы я нажимаю кнопку, и там у меня что-то происходит, да, то есть я получаю какой-то результат. Вот, и я его очень просил, он меня все, а он меня все учил и учил этим, значит, ну... 5-10. Да, да, этим всем вычислением, каким-то константом. Я думаю, ну, зачем ты мне константы учишь? Ну, учи меня чем-нибудь полезному. Да. Вот, в общем, началось вот так, потом от этого репетитора пришлось там отказаться, по многим причинам, потому что он был не очень адекватный. Я попросил еще раз репетитора, то есть я сам уже нашел репетитора онлайн, это был репетитор по Си и Си плюс плюс. Вот, и я на самом деле сейчас очень рад, что я начал Си и Си плюс плюс, потому что я упростился, усложнил себя жизнь тогда и упростился мне ее сейчас. У меня был репетитор по Си и Си плюс плюс, и он значит ну соответственно учил меня всем этим базовым вещам типа указателей все то что взрывает голову начинающим программистам вот и для меня достаточно мягко прошел период вхождения в программирование как ну настоящее программирование уже да там сказать не всей этой фигнёй ориентированным программированием и когда мы закончили курс по си то есть как он раздел как-то по курсам там по категориям и в общем когда мы закончили изучать си мы начали делать и плюс плюс ну я опять же его очень просил но я просил его значит то же самое да я хочу видеть результат и соответственно это репетитор он начал меня учить на тот момент это был c++ builder это как фреймворк наверно сейчас называется в общем это как паока которая позволяет писать код c++ да но с user interface с оболочкой то есть соответственно там какие-то элементы выставляется это очень много сейчас самая популярная сейчас тоже альтернатива это ките или на питоне пикете то есть это как бы фреймворк который позволяет делать с юзер интерфейс на языках камера ну c++ в данном случае вот и вы начали делать и плюс билдер на тот момент была популярная тема и я сделала помню свою первую программу это было даже две я помню значит самый первый это был blackjack я очень гордился то есть мы там сделали кучу карт и там была какая-то очень сложная логика в плане того что а это был не просто blackjack это было blackjack там где против тебя играет компьютер и там мы какие-то очень сложные для меня тогда школьника до 15 лет были какие-то сложные алгоритмы по поводу того как должен компьютер реагировать какие-то обмену на ситуациях у нас там был какой-то задан уровень сложности то есть тип когда компьютер рискует больше когда он рискует меньше и поэтому вот я написал этот blackjack я был очень гордился им принес даже школу помню одногласников показала я был в восторге сам от себя но это было все параллельно ты учился в лицее и интересовался программированием сам его на досуге изучал ну понятное дело что когда ты учишься в лицее при бауманке то большинство идут поступать в бауманку да да почему ты решил ехать в америку как их сложилось вообще самое знаешь что интересно что большинство людей даже не предполагают что они могут поступить в американский вуз я думаю что твоя миссия как раз таки рассказать многим что это возможно сейчас любимая часть людей которые ждут хейтеры приготовьте свои руки клавиатуры открывайте комментарии в общем в девятом классе я у меня были четкие планы на жизнь я как и все собирался поступать в бауманку то есть я у меня был абсолютно продуманный план на будущее этому сейчас я закончу 11 класс либо будут какие-то олимпиады там что-то выигрывать либо я егэ сдам и пойду в бауманку учиться на программирование вот в тот момент в мою жизнь пришел мой отчим а теперешний отец и он сказал значит мне такую мысль не хочешь ли ты дань и поступать в америку а у меня тогда в мире как бы не было америке было лицей и бауманка расскажи как это произошло вот пришел отчим твой почему он тебе сказал про то что вот американские вузы он здесь живет нет у него здесь были знакомы и поэтому и они здесь тоже эмигрировали новые времена ссара не сюда эмигрировали выбирает с а вот очень по каким-то другими предлогами так я эмигрировал сейчас в общем но они переехали сюда же жили здесь уже достаточно много времени к дети здесь родились они тоже пошли университет и очень было с чем сравнивать до образования то есть он застал образование в россии он видел которые образование в россии видел образование которое было в америке вот и соответственно выдвинул такой тезис что образование в америке в сфере айти намного лучше чем в россии вот но я еще раз повторюсь что он знал про мфты и про физтех это есть мфты про баманку про мгу про все эти университеты и я тоже про них знаю то есть я не только америка живу и поэтому я знаком с многими людьми я просто знаю что практическое применение образования здесь намного более эффективно намного более возможно чем только трудается в россии даже в физтехе то есть у меня есть знакомый физтехе привет и передаю лёха домручев здорово мой лучший друг физтехе учится я знаю чему его учат там чем он занимается я знаю чем у меня учат здесь я знаю насколько и там и здесь это не применимо на практике но при этом здесь и намного менее не применимо да то есть здесь учат основам там учит основам там учит безумно теоретическим основам то есть ты знаешь намного больше чем тебе нужно ну давай мы с тобой тогда поговорим чуть позже о том на сравнимо обязательно когда мы вернемся а сейчас о том как ты вообще поступал какие какие экзамены сдают для того чтобы поступить в американский вуз из россии условно говоря да значит изначально были какие варианты у меня мне предначально изначально предложили поступать комьюнити колледж это двухгодичный колледж из которого ты потом поступаешь в университет и заканчиваешь бакалавр этот колледж дает а соуси и дикой по моему это называется в общем который двухгодичный да и потом с этим дикой ты можешь поступать на бакалавра но значит это был мой первый вариант и основной чтобы поступить в комьюнити колледж нужно сдавать один экзамен а то и фу и либо айлс но я сдавал то и фу это экзамен по английскому до большинства значит ну вкратце это экзамен состоящий из четырех частей это reading writing speaking и listening в каждом по 30 баллов всего 120 баллов чтобы поступить в хороший университет нужно от 90 иметь баллов чтобы поступить в супер хороший поступить супер хороший университет нужно 100 баллов и больше чтобы поступить комьюнити колледж нужно 60 баллов то есть видно планка до сдвигается немножко вот для того чтобы стать комьюнити колледж то есть не нужно такого большого количества знаний и соответственно сейчас про деньги то есть комьюнити колледж чтобы учиться комьюнити колледже это совсем другой и другие деньги в отличие от бакалавриата здесь в университете в хорошем вот в комьюнити колледже насколько я сейчас знаю за четыре года вместе с едой с учебниками с то есть с проживанием и с тишин вместе взятыми нужно около 20 тысяч долларов за два года чаще это меньше то есть смотря в какой университет то есть где-то какой колледж я имел ввиду если это в районе где-то каком-то там массачусетсе или где-то там но это для интернациональных студентов что значительно выше чем для местных да безусловно вообще совсем другие деньги там типа в районе может быть трех тысяч да именно то есть если интернациональный студент самый дешевый и надежный вариант это поступать комьюнити колледж еще раз это от 10 до 20 тысяч долларов то есть это тоже большие деньги но неподъемно то есть можно взять тоже кредит там или что-либо вот то есть это был мой первый вариант соответственно что я сделал я начал готовиться кто фу как я готовился кто это очень интересный вопрос как ты изучаешь английский хорошо так получилось что в школе сам ну самом начальных классах я сразу у меня это связь английским языком то есть не сразу брал я не брал в школе класса я же или где отдавали класс в общем в школе у меня был английский язык со первого класса то есть не то чтобы я там хорошо учился не то чтобы я вдавался в но как бы на фоне где-то, да, у меня был английский язык все время. Я еще какое-то время ходил на какие-то курсы по английскому языку, но все это ерунда, я оттуда ничего не вынес, и как бы английский язык я особо-то и не знал. Но вот потом я пришел в лицик, где английского языка уже как такового не было практически вообще. Ну, он класс, как бы класс, предмет английский язык был, но уровень там был уже такой, что типа мы знаем, что вы занимаетесь языкой и математикой, типа мы вас особо нагружать не будем. И тогда я могу оценить свой уровень TOEFL на 30 баллов, предположим. То есть вот я в школе, 30 баллов. Дальше начинается как бы подъем своих знаний. Мой совет, самый лучший способ изучения английского языка, вообще английского языка, не обязательно для TOEFL, это общение, погружение в полностью среду оглоговорящую. То есть когда ты находишься в ситуации, когда ты не можешь говорить на русском языке, или на любом другом, да, то есть когда тебя заставляют разговаривать, общаться, коммуницировать со всеми вокруг, то есть все вокруг на английском языке. Это лучший вариант. Это не значит то, что нужно приезжать в Америку. Это, я уверен, что есть какие-то специальные клубы для этого или что-то такое. Ну, в общем, есть университеты, школы, в которых только английский язык в России, безусловно. Ну, в общем, да, это лучший вариант, если такой возможности нет. Вот. Следующий лучший вариант подготовки к TOEFL – это, не знаю, есть цензура? Задрачивание, короче говоря. Задрачивание просто тестов. В общем, вот, это самый надежный вариант. То есть ты просто открываешь тест, их полно онлайн просто, полно. Бесплатных, то есть слитых, бесплатных, одно и то же, тестов по TOEFL, просто сидишь, прорешиваешь. Но для этого нужно какое-то терпение, нужно какое-то dedication, это как упорство. Нужно обязательно иметь цель какую-то поступить, иначе это не особо получится. То есть можно что угодно делать, а на автомате. То есть готовиться к английскому языку для TOEFL можно просто решением тестов, потому что TOEFL стандартизирован. И это не то, чтобы тест на английском языке, это тест на то, насколько ты подготовлен к TOEFL, к самому по себе. У меня были репетиторы, это не так дорого, как вы думаете. То есть я пытался с репетиторами заниматься, я занимался сам, то есть я пробовал все варианты, потому что мне хотелось поступить в Америку, и родителям хотелось, чтобы я поступил в Америку. Я пробовал все варианты, и самый наиболее оптимальный, это решение тестов на время. То есть есть два варианта, есть бесплатный, есть платный. Платный вариант это на сайте TOEFL, они продают тесты по TOEFL, соответственно. Это то же самое, что на самом тесте. То есть ты на своем компьютере запускаешь, у тебя есть наушники, у тебя есть микрофон, у тебя есть тест. Все так же, абсолютно выглядит даже так же, как на самом тесте. Ты прорешиваешь, и потом присылают твои оценки. То есть они как-то автоматизировали оценки спикинга. Я не знаю, как это произошло, но, в общем, ну ты говоришь, и тебе присылают оценку. Я не знаю, это реальные люди, я думаю, что нет. Хороший стартап. Вот, оценка, да, уровня английского языка. Бесплатный вариант, соответственно, покупается на сайте TOEFL. Бесплатный вариант это просто скачивание тестов и прохождение их, ну там, засекаешь таймер за свое время. Насколько я помню, тесты стоят долларов 70. То есть это достаточно весомые деньги. Но мой совет это сначала готовиться по каким-то учебникам, по каким-то бесплатным тестам. А потом, когда ты уже перед самим экзаменом собираешься идти сдавать, то это достаточно важная вещь для того, чтобы в нее инвестировать деньги. Это, от этого теста, это правда очень важно. То, чтобы почувствовать, что будет на самом тесте, не зная ничего, я думаю, что это тяжело. Вот. Значит, сам тест, ну, мало чего могу о нем сказать. То, что это стресс, стресс, безусловно, потому что много народу, все вокруг тебя говорят. Я сдавал TOEFL. Не буду забегать вперед, но пока что один раз. Первый раз я сдал TOEFL на 83 или 81. То есть это был успех. А какой максимальный балл? 120. Ну, это был успех, потому что, ну, для того, чтобы, соответственно, поступить в Community College, нужно было 60. То есть мы уже это отмечали с родителями, типа, вот, все, поступил в Community College, считай. А, соответственно, я хотел еще упомянуть, что сдать сам тест, это тоже достаточно дорого, это 200 долларов стоит сам тест. Имейте в виду, что подавать в университет тоже стоит каких-то денег. Да. Вот. Теперь, значит, я сдал TOEFL первый раз. Да. Это я все хронологию рассказываю. Я сдал TOEFL в первый раз. Получил 83 или 81, не помню. 83, по-моему. И тут мне родители говорят, типа, слушай, в Community College ты поступил, а это было где-то конец 10 класса, да? То есть это было перед летом. Я поступил в Community College, считайте. И мне родители говорят, давай теперь в университет. Я говорю, ну, отстаньте вы от меня. Все, я поступил. Что вы хотите? Смотрите, я все, смотрите, 81 или 83, я поступил. До свидания. Дайте мне со своими друзьями погулять. Ну, мне было 16-17 лет. В Dota там рубился. Эх, юность. В общем, вот. Они говорят, типа, поступай в университет. Когда тебе говорят, поступай в университет, мы тебе все оплатим, все дела, казаться сложно и не нужно. И я начал готовиться. А, для того, чтобы поступать университет, хороший, нужно было сдать TOEFL на 90 на 100. Да? То есть больше. Намного. И тут началась сильная какая-то стагнация, я не знаю, как это назвать. Потому что я пытался готовиться, как ты только мог. То есть я решал какие-то тесты там, готовился, общался с людьми в каких-то форумах, сидел, да, онлайн подготовки к TOEFL, к английскому языку. Вот. Но, к сожалению, когда я пришел сдавать TOEFL второй раз, это мы счетчик загибаем, да? Да. Второй раз я сдал на... Я наврал. Первый раз я сдал на 89. Да? То есть я был очень близок, но... Но недостаточно. Да, недостаточно. Второй раз я сдал на 91, а в третий раз я сдал на 89. Мне нужно было получить 100 баллов, я хотел в MIT. А на сайте MIT просто черно по белому написано, да? Опять же, забегай наперед. Все люди, которые пишут в комментариях, типа, это очень дорого, тебе все заплатили. Да, так и было, мне заплатили. Но это абсолютно возможно. То есть это было абсолютно, наверное, скорее из-за моей какой-то лени или из-за каких-то моих личных качеств, то, что я вот это вот прошел такое количество сдач TOEFL. Но это вполне возможно. То есть я уже когда сдал на 89... Ну, может быть, если бы тебе сказали, что мы не заплатим, возможно, бы ты постарался чуть получше. Скорее всего. Ну, в общем, произошло вот так. То есть если человек очень сильно хочет чего-то, это абсолютно реально, абсолютно реально сдать TOEFL больше, чем на 100 баллов. В итоге я просто пропущу часть своей жизни и перескочил в этот момент, когда я сдал TOEFL на 103 балла. У меня сейчас TOEFL, который вот сейчас я поступал с ним, это 103 балла. То есть это хороший балл. И потом, когда я сдал TOEFL, началась вторая часть моего adventure, это сдать SAT. SAT – это экзамен, который эквивалентен российскому ЕГЭ только в Америке. Вот. То есть какой-то единый государственный экзамен, который проводится, все сдают его, если хотят поступать в университет, то есть на 4-годичный курс. И SAT – это три части себе включает он. Это writing, reading и математика. Математика уровня девятого класса. То есть это абсолютно элементарные какие-то вещи. То есть для ученика российской какой-то школы или там любого школы СНГ это будет элементарно сдать. И вообще целиться нужно на 8800, всего 2403 секции по 800. Было раньше. Сейчас SAT изменился, вот в год, когда я сдавал, он изменился. Там теперь какое-то другое количество баллов, то ли 1600, то ли 1700. Но суть в том, что математику нужно сдавать на полный балл. Это те баллы, которые ты обязан для себя получить. Потому что другие баллы уже мало чего от тебя зависит. Дело в том, что writing и reading рассчитан на людей, которые живут в Америке, которые здесь прожили всю свою жизнь. И там для них сверху накидываются какие-то более сложные вопросы. Для интернационального студента сложные вопросы накидываются еще более сложные. И, соответственно, получается так, что сдавать безумно тяжело. Мне, по крайней мере, было. Я готовился к SAT, так же практически, как готовился к TOEFL. SAT, кстати, полно просто. Еще больше, чем TOEFL. TOEFL какой-то более коммерциализированный продукт. В общем, да. И поэтому эта компания предоставляет этот тест. И поэтому они более бережно относятся к отсутствию бесплатных тестов на просторах интернета. Но SAT, соответственно, государственный экзамен, там тоже какая-то контора. Но дело в том, что, да, полно тестов онлайн. Просто полно. Можно их решать, хоть зарешайся. И плюс онлайн каких-то официальных ресурсов полно. Ну, в общем, это две вещи, которые нужно делать. Учить бесконечное количество слов, которые ты, наверное, в жизни больше не используешь на английском языке. И второе – это просто зарешивать тесты. SAT потом сдавал, по-моему, тоже два раза. Я сдал средний, не очень хорошо. Я сдал в первый раз в жизни, когда я сдавал. Я сдал на 1800, я не помню. То есть для меня это был достаточно низкий балл. Ну, я считал, что это низкий балл. Это, на самом деле, средний балл даже для Америки. Здесь очень многие люди просто тупые. И поэтому, как бы, я не знаю, как живя в Америке, можно сдать на 1800. Да, наверное, надо сдать математику на 300 из 800. Затем, в следующий раз я сдал уже на 1900. И, в общем, с этим баллом с 1900 я подавал в университет. Теперь мы переходим к самой захватывающей, интригующей части. Что делать с этими оценками и что вообще потом происходит? У меня еще вопрос. Как насчет математики? То есть вот насколько хватает российской школьной программы для того, чтобы сдать математику? Вот мы все про английский, про английский, а математика? Да, математики хватает с головой. Если нырнуть где-то на дно океана, и это будет уровень математики в Америке, то там, если вынырнуть, это будет уровень математики в России. То есть, да. То есть можно, в принципе, за счет математики где-то больше добрать, да? Насколько вот часть оценки составляет математика? Вот какую? Треть. Треть, да? Да. Треть – это максимум, который ты можешь получить. И, как я уже говорил, это то, что ты должен получить. То есть это вот часть, которую ты… Если ты теряешь, ты должен пересдавать экзамен. Потому что для ученика любой школы СНГ сдать меньше, чем на 800 нельзя так делать. Ребята, не сдавайте меньше, чем на 800. Вот. Ну, потому что это те баллы, которые ты можешь элементарно получить. Потому что тебя этому учили 11 лет. Это мы учили 9 лет. А потом еще 2 года это повторяли. Ну, есть вероятность, что я бы не сдала. Нет, я думаю, что это реально вопросы. Ну, там они, по-моему, распределены по сложности. И какие-то сложности реально могут доставить вопрос последний и предпоследний, да? Я не знаю, как это сейчас, когда я сдавал, было так. Ну, по крайней мере, если это свежие знания, то я думаю, что все нормально. Если пробежаться там, если, ну, готовиться к экзамену, безусловно. Я не говорю, что вот просто сейчас сесть и сдать. Нет, нет. Безусловно, если ты готовишься к экзамену и сдаешь меньше, чем на 800, ты должен пересдавать экзамен. Потому что это те баллы, которые ты заслуженно должен получить. Это совет просто. Вот. Значит, теперь… А, и самое главное, я же забыл. Спасибо, что напомнила. Это то, что надо сдавать еще 2 экзамена, если ты хочешь. Если ты поступаешь на какую-то конкретную специальность, то есть, предположим, в моем случае это было computer science, то есть я знал, что я хочу computer science, то надо сдавать физмат экзамены. Это один экзамен SAT-2, это называется. SAT-2 physics и SAT-2 math. И, значит, эти экзамены уже сложнее, да, сильно. То есть я сдавал оба эти экзамены, по-моему, я сдал на 750, 750, 80, да, оба. И вообще, типа, возможно, безусловно, ученику школы сдать на 800, оба. И это повышает очень сильно шансы на поступление куда-либо. Но можно и не сдавать. То есть это не обязательно. Можно не сдавать, но желательно иметь эти баллы, хотя бы иметь их, чтобы... То есть не обязательно иметь там идеальные баллы, да, но желательно иметь эти баллы хотя бы, когда ты поступаешь. Потому что тогда видно, что ты хочешь эту специальность получить, а не просто так, как бы, выбрал себе какую-то специальность и идешь. Вот. Ну, какие-то там школы, типа, ну, университеты. Просто здесь school называется и колледж, и университет. Вот эти вот университеты, они, типа, Гарварда, MIT и так далее, они требуют SAT-2 математика-физика. Вот. Но в основном это как бы optional. То есть ты можешь сдавать, можешь не сдавать. Что дальше? Что происходит с этими тестами? Да. Мы берем все эти тесты, и за год, то есть где-то ты подаешь в сентябре-октябре, и результаты приходят в мае-июне. Это я сейчас навскидку, потому что я не очень хорошо помню, но просто вот в сентябре-октябре у тебя есть все твои экзамены на руках, и ты с этими экзаменами заходишь на сайт. Предположим, ты знаешь, какие университеты ты хочешь, да? То есть там я хотел UC, все, я хотел подавать во все UC, ну, в основном я хотел в Беркли, но как бы я хотел подавать во все UC, то есть Калифорния меня устраивала как штат. Ну и дальше какие-то, да, там MIT, Гарварды, там Стэнфорды. Выбираешься на университеты, заходишь к ним на сайт и смотришь, там есть четкая инструкция по тому, как подавать документы. Обычно это одна платформа на группу университетов, то есть в случае с UC, это у них свой application, то есть ты там заполняешь все нужные документы. Значит, в случае с MIT, Гарвардом и так далее у них свои личные, да? Потому что это частные, да, вузы? Да, да. Частные вузы имеют свои, да, application. Вот, и третье, это самое главное, которое в себя включает самое большое количество университетов, это Common Application. Common Application – это один сайт, которым ты заполняешь свою информацию о себе. Пишешь эссе, это самая важная часть аппликации. Ты пишешь эссе на, ух, вот вспомнить бы сейчас, сколько слов там надо. Ну, в общем, четыре, три-четыре страницы, тысячи слов, я, правда, не помню. Ну, в общем, посмотрите, если надо. Пишешь эссе о том, почему, типа, тебя должны взять. То есть как бы тезис, который ты там в мастерс, да, когда поступаешь, это на бакалавр. Но это не должно быть, наверное, какую-то конкретную тему, да, чем ты конкретно хочешь заниматься в университете, а ты просто о себе, да? То есть люди там пишут, какая у них тяжелая жизнь, и в основном таких берут. Люди пишут о том, типа, как они проходили какие-то, ну да, сложности в жизни, это я уже говорил, или там, как они переезжали из одной страны в другую, или там, как они собираются быть, спасать природу, да. А что ты написал в своем эссе? Вот. А я написал, что я очень люблю программирование, и что я всю жизнь хотел быть программистом. И что, типа, вот я занимался многими вещами, я боюсь перечитывать сейчас это эссе, к сожалению, потому что я не хочу, да, плакать всю ночь. Ну, в общем, да, я написал о том, что хочу быть программистом, и то, что я всю жизнь об этом мечтал, что у меня такие-таки-то вот заслуги. У меня там были олимпиады по программированию, по математике, по физике. Типа, я в этой области нахожусь долго, и хочу быть в ней до конца времен. Да. Вот. И даже если мои души переселят куда-нибудь, я хочу быть новыми программистом. Вот. Значит, написал я в этом эссе, очень душесчипательное. Это я везде заметил, а дальше в каждом университете свои какие-то требования, то есть они дают тебе тему, ты в нее там пишешь 300-400 слов. Как думаешь, почему эссе так важное в Америке везде? Ну, то есть, особенно при поступлении в университет. Почему? Я думаю, что дело в том, что здесь даже в случае с компаниями, да, то есть во всех областях, ищут culture fit. То есть, когда ты подходишь не только по техническим каким-то параметрам, да, не только по своим баллам, а по тому, насколько ты будешь вписываться в атмосферу, да. Это то, что чуждо, да, вообще человеку, бывшему там где-то в СНГ, потому что, как бы, у нас, вот у тебя твои технические характеристики, вот, да, типа... А уж какой ты человек, мы разберемся. Да, всем вообще пофиг. Поэтому здесь это очень важная часть, это, ну, вообще любого внедрения человека в другую компанию, там, или университет, общество. Это очень спорная вещь, правильно это или нет, но по моему опыту это верно до какого-либо уровня, да. Да. Но, тем не менее, я хочу сказать из своего опыта, что действительно здесь даже в колледжах, вот я ходила, здесь, когда тебя учат там английскому языку, именно вот как ESL, как интернационального студента, тебя учат писать эссе. Для них это очень важно. Причем у них есть определенная структура, по которой они пишут резюме эссе. Эссе, да. И она очень такая универсальная, хорошая, и все понятно. И я рекомендую даже просто для того, чтобы вот прочитать какие-то книги по написанию эссе американские, даже чтобы на русском излагать свои мысли, очень полезно, потому что очень все четко и понятно. Согласен. Да. Давай тогда переходим к тому, как ты подавал, в какие университеты ты подавал свои документы, свои тесты, по какому принципу, по каким критериям ты их выбирал. Значит, выбор происходил очень просто, потому что я знал, от чего я хочу делать, и, соответственно, просто гуглишь там рейтинг и мейджор вставляешь, да, то есть у меня это в моем случае computer science, или rankings, это называется. В общем, гуглишь это, сортируешь там, выбираешь регион, который тебя интересует. В моем случае это была Калифорния, потому что как бы все планы были связаны с Калифорнией. Ну и Кремниевая долина там, силиконовая. Вот. В моем случае это было достаточно просто. В общем случае можно там гуглить просто, да, rankings. Ну и, значит, как и американцы делают. У них есть там 10 университетов, это как их top choice. То есть это они вот туда, они хотят попасть. А дальше идут листы университетов уже сортированные по тому, насколько они там хотят быть. Вот. Ну и в моем случае это было просто не так много университетов в целом. Смотрите, какие есть варианты. В основном это на слуху уже. Это Гарвард, MIT, Стэнфорд, UC Berkeley, это Ivy League, это Princeton и так далее. То есть это все, это все топ уровень, да. Дальше идут какие-то университеты уже регионально известные, да. То есть, например, ну в Калифорнии, да, UC все достаточно известны. И они идут, да, если составлять лист просто как бы в общем целом, то они идут как по уровню UC Berkeley первый. Потом UCLA, UC San Diego, UC Davis, UC Santa Barbara, они могут меняться. Потом UC Santa Cruz, UC Merced и UC Irvine. Irvine где-то выше, но неважно. В общем, в голове надо держать. Это есть на многих сайтах, да, какие там ранки. Но моя рекомендация. Ребята, надо знать, чего вы хотите. Потому что это огромная часть шанса того, что тебя возьмут в университет. Это знаешь ли ты чего-то хочешь. То есть надо объяснить, почему ты хочешь именно это. Если ты не знаешь, чего ты хочешь, это сложно. Ну, безусловно, есть еще какие-то баллы, да, там, объективно тебя оценивающие. Ну, вот именно как culture fit, то, что я уже упоминал, это надо знать, чего ты хочешь. То есть, когда поступать в университет, никогда не ставьте undeclared. Это undeclared, это когда ты поступаешь в университет без мейджора. И потом ты в течение двух лет должен определиться. То есть так можно поступить, и американцы чаще всего так и поступают. Но надо, надо. Это очень сильно повышает шансы поступить куда-либо. Почему университеты дают иностранным студентам гранты? Там живут умные люди. Так получилось, что я начал просто лезть своим носом везде, потеряю гранты, остаюсь в России, в армии, потрясающей перспективной. Да, да, да. Сколько ты зарабатывал? 25 долларов в час. Кто твой профессиональный ориентир? Очень хороший вопрос. Что для тебя удачно сложившаяся карьера программиста? Не иметь потолка зарплаты. Кто твой профессиональный ориентир «Т kro»? итанецевс 78 efficidez. Фондю любит тебя! Продолжение следует... Продолжение следует...